2017 по мнению Ильяса Испанова начался довольно неплохо, об этом свидетельствуют и цифры. Объем произведенной промышленной продукции составил более 174 миллиардов тенге. Объем инвестиций превысил 19 миллиардов. Ну и преуспевает областной центр и в сельском хозяйстве. В этой отрасли произведено продукции на сумму 2,9 миллиардов тенге. Площадь рожаемых земель увеличивается. Немало сделано и в строительстве. В России активно застраиваются микрорайоны Батыс-1,2,3, Нур-Эк-Тюбе. До конца года новым жильем обзаведутся более тысячи горожан. Ну, Лужо, это 6 домов мы сейчас строим, уже с прошлого года, в этом году завершим. И плюс еще 6 домов в этом году. В этом году впервые мы начали строительство социального жилья, чтобы сотрудники государственных учреждений, ну, в первую очередь, скажем, инвалиды, участники войны, льготники и плюс те люди, которые проживают в аварийных домах. Вот в первую очередь будем их охватывать. Ихни аварийные дома будем заменять на социальное жилье. Затронул Аким и работу общественного транспорта. До конца года по городу будут колесить 40 дополнительных автобусов марки «ЛиАЗ». Уже сейчас ведется работа по утверждению новых маршрутов. Транспорт будет работать по новой системе. Называется она интеллектуальный автотранспорт, в котором будут предусмотрены цифровая оплата и система GPS. Имеет интеллектуальная система слежения и видеокамеры самих салонов автобусов, что позволяет высчитывать само движение по маршруту опоздания. Наша концепция предусматривает поэтапное. В первую очередь это комбинированную оплату, а в последующем возможно и переход на электронное билетирование, что нам позволит уйти опять же от дополнительных затрат, связанных с приобретением билетов, безбилетников. Более эффективными в нашем городе скоро будут не только автобусы, но и сам Акимат, медицина, энергетика. На это направлен проект «Смарт-сети Актубе». Снимать горожан скоро начнут не только их личные мобильные телефоны, но и интеллектуальные камеры. В августе в микрорайоне Нур-Актубе введут в стройцентр резервного управления. Туда будет выводиться все информации о жизнедеятельности города. Первый этаж – это служба обеспечения, обслуживания населения по государственным услугам. Второй этаж – это резервный ЦОУ. Третий этаж – это зал, где будут выводиться все работы, работа, связанная с жизнедеятельностью города Актубе. Спросили сегодня Акима и о помощи пострадавшим во время опаводка. Журналистов интересовали конкретные цифры, сколько именно получили денежных средств пострадавшие и помогут ли им в дальнейшем. Назвать детально цифры Аким не стал, сославшись на то, что итоги экспертиз еще не подведены, деньги правительство еще не выделило, пока 524 семьи получили помощь от фонда «Канагат». С другой стороны, можно сказать, им как бы помогло, что вода, и они сейчас получили землю. Сейчас, если вы приедете туда, уже стройка идет активным образом. Конечно, землю взяли, 10 владельцев этих семейных частей, мы им даже сами через фонд финансировали и через спонсоров помогли оформить все документы. Госакты у них на руках теперь. Уже в госакте они имеют право от частной собственности. Также властями планомерно ведется работа по ремонту дорог, обустройству тротуаров и остановочных карманов. Меры принимаются и по строительству ливневых стоков и водоотводов. Отремонтируют этим летом и дворовые территории в микрорайонах. Курмыш, ГМЗ, авиагородок, на Шанхае в Желгородке. 50 миллионов тенге власти выделили на установку 40 игровых площадок. Ну и очень интересовалась сегодня представителей разных СМИ нашумевшая история с портретом Мустафы Шокая, казахского общественного деятеля. Он был нанесен на стену одного из жилых домов в микрорайоне Батыс-2, но через некоторое время портрет был стерт. Со слов Акима, портрет был поврежден дождем. Мы знали, что портрет Мустафы Шокая был нарисован на доме, но часть того, что было нарисовано, смыл дождь. Еще есть правила разрешения и размещения таких портретов на доме. В будущем, в рамках работы градостроительного совета, данный вопрос будет поднят и решен. А чей портрет появится на доме вновь Шокая или другого деятеля, сказать не могу. Это будет решать комиссия. Прошу ничего плохого в этом вопросе не видеть.